Hey guys, с вами Настя и Puzzle News, обзор самых интересных материалов на Puzzle English и популярных англоязычных мемов. Какие темы сейчас будоражат западные соцсети и что пройти на Puzzle English, чтобы научиться самим их понимать, смотрите в этом дайджесте или читайте по ссылке под ним. Не знаю, заметили ли вы или нет, но весь июнь был посвящен месяцу ЛГБТ. На западе вот это все заметили. Каждый пластиковый стаканчик был окрашен в радужные цвета, так же, как и иконки приложений и лица, выходящих на парады людей. Сегодня, кажется, 5 июля, уже неделя, как месяц ЛГБТ позади, и в соцсетях шутят, как корпорации быстренько переобулись обратно в традиционные гетеросексуальные ценности. Месяц гордости почти закончился, но вы ведь продолжите поддерживать нас, да? Компании? Я даже не знаю, кто вы. Pride Month, месяц гордости, именно так называют месяц ЛГБТ, с отсылкой к тому, что ты должен гордиться собой, независимо от того, какая у тебя сексуальная ориентация. Люди с нетрадиционной ориентацией. Вы не можете делать вид, будто нас не существует после того, как месяц гордости закончился. Компании? Ваш 30-дневный бесплатный период существования истек? Пожалуйста, оплатите полную версию, чтобы продолжить существовать. Популярный оборот Act Like употребляют, когда хотят сказать, что кто-то ведет себя, как кто-то или что-то в данном случае. Has expired, мы говорим, когда истекла подписка, например, на приложение. И purchase, покупать, тоже довольно часто встречающаяся в интернет-пространствах кнопка. Когда месяц гордости закончился, но ты все еще гей. В эфире наша уже ставшая постоянной рубрика «Мемы с Иванкой Трамп». Буквально один дайджест назад мы любовались на нее и на ее мужа в окнах Букингемского дворца. В этот раз дочь Трампа решила поддержать разговор Терезы Мэй, Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо и главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Выглядело это довольно неловко, за что пользователи соцсетей наградили Иванку хэштегом «Unwanted Иванка», что означает «нежеланная Иванка», и кучей мемов в придачу. Кто-нибудь, пожалуйста, на фотошопте Иванку «нежеланный, незваный гостей», боксирующий не в своей весовой категории в следующих ситуациях. Празднование гола Меган Рапино, встречи Никсона и Элвиса, выступление Бьонсона Каачелли, лаборатория Кюри, конституционная конвенция, актерский состав большой маленькой лжи. Слово «интерлопа» специально придумали, чтобы называть им нежеланных гостей. «Above someone's white» пришло к нам из бокса и означает быть не в своей весовой категории. Записываю. Иди поздоровайся. Ну дайджест твой, любимый, для тебя стараюсь. Ну сколько еще? Дайджестов? Это последний. «Нежеланная Иванка» с Леди Гагой и Брэдли Купером на «Оскаре». Спасибо, что ты на месте, Иванка. «Be there» означает быть на месте или быть рядом. «Нежеланная Иванка» на «Эбби Роуд». Потому что, знаешь, она рядом, даже если ей не рады. Вот вам еще один пример употребления «be there» для закрепления. С мемами мы на сегодня закончили, но это еще не конец. Настало время пройтись по самым популярным упражнениям, которые вышли на Puzzle English за эту неделю. Самые старательные ученики Puzzle English уже научились понимать язык на слух, отличать Past Simple от Present Perfect, и думать по-английски осталась самая мелочь – научиться говорить. И это тоже теперь есть у нас. Добро пожаловать в наш разговорный клуб SpeakPig. Первое правило разговорного клуба – пока никому не говорить о нашем разговорном клубе, потому что он находится в стадии закрытого тестирования, но вы, зрители нашего дайджеста и его читатели, уже можете принять участие в его усовершенствовании и заодно попрактиковать свой разговорный английский. Присоединяйтесь по ссылке под видео и вводите инвайт дайджест, конечно же. Какой же еще? Мы вас ждем. Скорее, скорее избавляемся от бессмысленного и бесконечного списка фразовых глаголов, которые вы собирались когда-то зубрить. Он вам больше не пригодится после видео Сони. Прямо сейчас впрыгнем в эту тему, погрузимся в нее незамедлительно. Раздражают туристы, толпящиеся у Эйфелевой башни, на Великой Китайской стене или вокруг Египетских пирамид. Счастливого путешествия в Йемен. Там тоже есть на что посмотреть подробности в лучшем видеопазле недели. Когда мы с вами учились говорить, скорее всего, нашим первым словом была мама. Когда мы с вами начинали изучать английский, скорее всего, мы уже знали слово «окей». Так что это первое слово, которое мы узнали по-английски, а о его синонимах расскажет Лера в своем уроке. Аффирматив. Подтверждаю. Так точно. У нас вышел очень актуальный, мы бы даже сказали, злободневный подкаст о планировании митинга. Если вы вдруг решите рассказать кому-то о своей жизни и досуге в России, вам пригодится вся лексика из этого подкаста. Самый популярный транслейт недели – страна для отпуска. Очень простой и забавный он о паре, которая выбирает страну, в которую они отправятся отдыхать. Пройдите и поднимите себе настроение, в том числе и легкостью его прохождения. Доброго времени суток и с наилучшими пожеланиями. Если вам тоже становится плохо, когда вы слышите это, то вам понравится статья в нашем блоге о клише в деловых переписках. На сегодня это все. Было приятно провести с вами время. Не забудьте пройти по ссылке и пройти все упражнения, о которых я вам сегодня рассказала. Присоединиться к нам в SpeakPick, если вы готовы щегольнуть своими разговорными знаниями английского. Успехов вам! Всего доброго! Бай-бай!